Прославленный коллектив Хор Турецкого подготовил специальную концертную программу, в которую вошли самые известные и любимые в народе песни о войне. В зале Ленинск-Кузнецкого дворца культуры и искусства собрались горняки компании «Сой Кузбасс» и ветераны из 17 территорий Кузбасса. Мы подхватили эстафету «Песни Победы». Сегодня замечательный подарок для всех ветеранов – выступление хора турецкого. Кузбасс в марафоне «Песни Победы» стал одним из первых регионов, где прошли концерты хора турецкого и арт-группы «Сопрано». До начала концерта руководитель хора, народный артист России Михаил Турецкий и участники его коллектива побывали на шахте имени Кирова компании «Сой Кузбасс». Впечатление очень сильное, потому что мы это как приключение рассматриваем, а люди каждый день спускаются туда и добывают черное золото. Это тяжелый труд, но у меня полное понимание того, что этот труд, он и формирует силу России. Михаилу Турецкому тему Великой Победы близка по-особому. Его отец Борис Борисович был призван на фронт в первые дни войны и дошел до Берлина. Я связан с войной, мой отец участник прорыва Ленинградской блокады. Сегодня как раз год блокадный, год Холокоста, семья моих родителей погибла в Холокост. То есть вся эта тема моя. Отец мой закончил войну в Берлине, первый концерт «Песни Победы» в Берлине я посвятил его памяти. То есть я это чувствую как нерв, как струна. Песни Победы уже звучали в концертных залах на площадках в Италии, Франции, США, Канаде, Польше, Венгрии, Чехии, Австралии, Германии, Китае, Белоруссии. А сегодня их не только слушали, но и подпевали ветераны Кузбасса. Уловив первые аккорды любимых песен «Темная ночь», «Катюша», «Нам нужна одна победа», «Смуглянка». Зрители дружно пели вместе с артистами. «Темная ночь» Для исполнения песни Аркадия Островского «Солнечный круг» Михаил Турецкий пригласил на сцену юных вокалистов Ленинска-Кузнецкого. Песни Победы в исполнении хора Турецкого и арт-группы «Сопрано» объединяют людей разных городов и стран, а самое главное, они объединяют людей уже четырех поколений. Очень редко мы видим такие мероприятия, а здесь попасть на этот концерт, на такую знаменитую группу, ну это одно счастье и удовольствие. Репертуар поражает своей актуальностью и в наше время. Вот эти песни мы слышали раньше, слышали в детстве, но сейчас просто слезы на глаза наворачиваются, когда видишь вот эту искренность, вот эту вот актуальность. Полтора часа концерта пролетели в режиме нон-стоп. Песни Победы объединили всех. Они помогают не забывать о подвигах и трагедии, о потерях и победе.